У нас вот эта проблема вот этих строений, не знаю, что делать. Вот у них всё, юридический вакуум. Все стоят и размышляют. Ни вправо, ни влево, ни вперёд и назад. Около 20 лет бывший кинотеатр-строитель на улице Тотмина стоит заброшенным. Теперь здесь пройдёт одна из гостевых трасс и зимних студенческих игр. И оставлять здание в таком виде никак нельзя. Ещё до осени площадку перед ним расчистят, сделают на ней парковку, добавят зелени. А что касается самого строения, то уже есть инвестор, готовый вложиться в его реконструкцию. Вообще перемен в облике Октябрьского района сейчас готовится немало. Основные точки – это, конечно же, видовые места, как торговые базы на въезде в город Красноярск после Стелла идут. Известное у нас ограждение метростроя, которое должно будет правиться и краситься за борт Ростека котельной на северо-западном. Ну и, конечно, большая работа с владельцами магазинов, торговых сетей, которые идут по трассе Универсиады. Одна из важнейших точек Октябрьского – район БСМП. Здесь развернулся огромный фронт работ. Тут готовят место для подпорной стены. Тут обустраивают новый газон. Рядом с лестницей должен появиться пандус для маломобильных граждан. На месте снесённых лырков будет широкий тротуар. Эта остановка стоит здесь последнее лето. Максимум через месяц её перенесут на 200 метров дальше. Ведь люди, которые приезжают в БСМП, очень редко делают это на общественном транспорте. А вот в поликлинику номер 4, одну из крупнейших в городе, каждый день на автобусе приезжают сотни человек. И сходить здесь им, конечно, будет намного удобнее. Впрочем, о пациентах, прибывающих на личном авто, тоже позаботились. Напротив больницы каток утрамбовывает асфальт. Здесь будет парковка на 300 мест. Причём одной стоянкой дело не ограничится. Уже продуман план дальнейшего глобального благоустройства района. Дальше у нас будет ещё одна парковка. Сделаем, где машины паркуются. В том числе там МРСК есть, да, и жителей очень много. Сейчас по колено в грязи там паркуются. Дальше следующий сквер. Мы на него уже, наверное, помните, выезжали. Который сделает сквер энергетиков. Это МРСК в рамках частного муниципального партнёрства. Итак, мы вот эту галерею, в принципе, сделаем достаточно цивильно обустроенной. То есть это не задача. Пришли, о, давайте здесь бабахнем парковку и всё хорошо. Нет, здесь гораздо глубже идея. Наконец, кроме утилитарных удобств, жители района скоро получат и новое необычное место отдыха. Ландшафтный парк рядом с озером на улице Лесопарковой откроется уже в это воскресенье. В первый день вход для всех будет бесплатным. Создали этот пляжный сквер специалисты, которые уже давно занимаются озеленением Красноярска. Все растения здесь подобраны так, чтобы их цветение шло непрерывно с весны до осени. Мария Антюшева, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.